Вопрос, который сегодня, как говорится, висит в воздухе, должна ли школа участвовать в политической жизни страны? Ответ однозначный. Школа не может быть вне политики. Вообще политики не бывает без школы. Но политика там должна быть только одна в школе – государственная. Флаг и гимн государственные. И давайте прекратим разговоры на эту тему. Так происходит во всех уважающих себя странах. От Соединенных Штатов до Китая, включая и нашу братскую Россию. Уверен, что профессионалы это понимают. Как понимают и то, что гражданская и жизненная позиция педагога, его участие в общественной или политической жизни страны – это пример, на котором воспитываются не только ученики, но и порой учителя. И даже не порой, а всегда. Школа воспитывает не только учеников, но, что гораздо сложнее, перевоспитывает очень многих родителей. Ведь мы с вами прекрасно знаем, что любые фундаментальные знания должны подтверждаться примерами из жизни. В общении с детьми не избежать анализа событий прошлого и настоящего. Их оценки с позиции интересов государства, в котором живем. Что это, если не политика? Это даже не политика. Это основа, фундамент любой политики. И он закладывается нами в школе. Я говорил уже, что патриота может воспитать только патриот. И не имеет значения, какой предмет преподает учитель. Об этом уже говорили. Можно и задачу по химии сформулировать так, что ребенок будет гордиться своей страной. И наоборот. Почему так ставлю вопрос? Потому что часть нашей молодежи, получив образование здесь, стремится уехать за рубеж. Не все, но тенденция настораживает. Ведь те, кто уезжает, отрываются, это самое страшное, от своих корней. Хорошо, когда едут за новым опытом, знаниями, чтобы применить их на родине. И то, что надо внимательнее посмотреть, кто и чему их там учит. Вот вы много говорили, прошлый год, прошлый год, прошлый год. Помните пандемию? Многие из уехавших. Польша, Литва. И как только заковидели, как только мозги, особенно там, на Западе, перевернулись, они наших ребят, как сейчас гонят этих афганцев, иракцев, ливийцев, как фашисты перед собой на границу, точно так они выставили ребят, которые поехали туда учиться, даже не по проглашению, а они их позвали, чтобы их спасти от диктатуры. Я вам рассказывал в предвыборную кампанию, или после нее, как это происходило. Больше двух тысяч из Польши. Мне докладывают. Станут, что будем делать. Ну что делать? За ночь я решил, что делать. Детей надо принимать, какие они есть, здесь родители, но родители в Беларусь. Я их принял в Беларусь. И где они оказались? В августе прошлого года по ту сторону Барикар. Они все выступили. Ладно, против меня. Выборная кампания, никуда не денешься. Они выступили за разрушение собственного государства, которое только вчера их приняло на свою территорию. От тех новых родителей, куда они ринулись. Я поручил министру образования посмотреть на такое обучение, потому что все 100% они во вред. Езжайте, учитесь. Но вы, пожалуйста, там и оставайтесь. Потому что там не столько обучают, им далеко до нашего образования. Поверьте, далеко. Они им промывают мозги и забрасывают к нам уже как агентуру с промытыми мозгами. Это уже идейные, но если не враги, то противники нашего государства. И нам приходится с ними бороться. Они уже трудно перевоспитуемые. Я хочу, чтобы министр, я не зря это сказал при вас, не забыл об этом моем поручении. С одной стороны, вы, учителя, преподаватели, выпускаете из школы перспективных студентов, высококлассных специалистов, которые ценятся за рубежом. Качество знаний и компетенций, которые вы даете, выше всех похвал. Как говорится, за обучение вам можно поставить по десятибальной системе десять баллов. За обучение. Ну а какую оценку мы с вами должны поставить себе за патриотическое воспитание детей? Наверное, до десяти мы с вами не дотягиваем. Об этом говорят факты. И вы знаете, все наши косяки, все вот эти негативные события прошлого года это наши школьные косяки.